Итак, сет номер два. Продолжаем шейно-воротниковую зону. Мы уже отталкивали таз, проработали, теперь сюда переходим. Значит, у нас, почему включается от лопаток шейно-воротниковая зона? Потому что ременные мышцы идут глубоко, под паравиутабральными, от черепа до пятого-шестого позвонка, как раз на уровне лопаток. Поэтому отсюда мы начинаем растирать, быстро-быстро-энергично доходим до черепа, переходим на трапецию, запускаем локти, это вот снизу вверх, как бы подкидывая, видите, подкидывая вот эту вот мышцу вверх, оттягиваем и подкидываем. Это у нас запуск ракет, тут находится шахта, и мы запускаем ракету. Вот первая пошла, вторая пошла, ракета класса С-500, по потенциальному врагу. Теперь вот эту трапециюрную мышцу растираем, растируем ладонями, желательно сверху, и еще это плечо можно еще растереть. Приговариваю, вот вы плечо не заказывали, мы вам сделали бонусом. Соответственно, желательно не обходить вокруг человека несколько шагов, и так вот не делать, да. По принципу эргономики достаточно, что мы сидим упруго тогда, раз, перевелите, весело сюда, растерли, потом эту мышцу вот так вот прищепили пальцами, раз, два, в трех местах получается, да, вот здесь, вот здесь, вот здесь, поперек растянули, и продольно растянули. Перенесли весь корпус, а без корпуса сюда, на другую ногу, и здесь растерли с бонусом. Плечевые мышцы согрели. Вот так, ну, а вы, соответственно, смотрите и повторяйте. Положились модель перед собой, и повторяйте все за мной. И растянули. Теперь растянули трапецию с двух сторон, достаточно плотно, уперлись пальцем, получается, в промежуток между кримиальным и отростком ключица, этот ключок, вот эта точка находится, триггерная, и у нас прием куриная лапа, когда все пальцы расходятся в стороны. Развернули руку сюда, и вот мы трапецию, вот, дельтообразные мышцы, да, тут двигаем в сторону, вот, а палец у нас ездит как раз под трапецией. Прием называется Эпуалета, видите, нарисовали Эпуалета. Эпуалета, знаете, что такое? Что это такое? Знаем, это вот такие штуки. Да, такие царские у меня были погоны, в которых бахромал висел. Вот нарисовали Эпуалеты, натянули опять на себя, и ветерцой пел. И рука превратилась в тело прямо. И расшитали его прямо, достаточно сильно дошли до черепа. Ну, предупреждаем человека, что потерпите, это такой достаточно болезненный прием. Вот растерли там, дошли до черепа, и как бы нарезаем на колбаски, отделяя все позвонки шеями друг от друга. Прям вот этими костяшками, да? Да, костяшками. Потом вот все вместе, так раз, раз, и отпускаем. Было болезненно, да? Да, нормально. Да, вот после этого такого болевого приема, поэтому не делаем его уже долго, да, буквально там, полминутки. Надо вот здесь мышцы расслабить, потрясти с вибрацией вот такой. Привибрировали. Мелкая такая дробная вибрация, и покрупнее вибрация. Частоту поменяли немножко, да? И рта превратилась в лапу леопарда, который делает шестеренки. Один палец, второй, третий, четвертый. Вот там по очереди как раз. Доходим до черепа и назад. И опять доходим до черепа. И тут нам надо вот его будет натянуть. Упираемся за толщину кость и с вибрацией тянем на себя. Носом упираешься, наверное, да? Нормально. Нормально. Так. На себя натянули. И еще на себя, проиближивали. И тут, смотрите, вот эти места бывают болезненные. Если вы костяшками прям будете давить, да? Будет болезненно. Поэтому вот у нас пальчики поджали. Кошечка коготки убрала. И получилась вот такая блюдечка. Видите? Вот мы прям сюда, что просто днем. То есть мягко получается. Видите? Плоско ладонь. Привиближивали на себя, удлиняя шею. Далее цвет будет свойственной головой. И с точками это мы расправим круглотки. И уже будем массировать непосредственно акупунктурные точки. Но об этом будет в следующем сете. Сете номер 3. С вами был Олег Аллахбудов.